Друзья, вы на Ньюсейдере. Я Александр Кушнарь. Сегодня 19 апреля. И с нами на связи особый специалист, который находится сейчас на территории Дальнего Востока. Я не могу сказать, где именно он в данный момент находится, по очевидной причине, потому что человек работает в глубоком тылу врага, и он является, помимо всего прочего, еще и аналитиком сепаратистского проекта на Дальнем Востоке. Это вот тот самый проект, который, на самом деле, сейчас начинает подниматься, и мы, безусловно, посвятим этому целый ряд наших сюжетов. Ну, а сегодня наш разговор будет посвящен самым разным темам, и в том числе, кстати говоря, электронным повесткам. Очень важно узнать у человека, который находится внутри России. Это, на самом деле, огромная редкость. Редкость для специалиста высокого класса находиться внутри России, видеть изнутри вот ту ситуацию, которая там происходит, а происходит там, собственно говоря, мы видим деградация до уровня, в общем, самых, наверное, страшных тоталитарных режимов, и отдельный поклон за это нашему сегодняшнему собеседнику. Мы, естественно, не можем раскрыть его настоящее имя, но он выступает под именем Найка Недворского. Найк, здравствуйте, я рад, что вы с нами. Добрый день. Найк, ну что ж, давайте начнем вот с сегодняшнего разговора, с того, как вы видите все-таки международную, в первую очередь, ситуацию, потому что, опять же, очень интересно было бы узнать у вас, как у наблюдателей изнутри России, вот что вы думаете о динамике западного, мнения западного отношения к Украине, в том смысле, что мы же знаем, что уровни поддержки Украины, в общем, они менялись, то есть этот уровень не всегда был одинаковый, да, вначале боялись поставить стингерс, сегодня уже поставляют передовую тяжелую технику, вот Патриоты, американскую систему ПВО поставили уже первую, да, и далее, по всей видимости, решатся все-таки поставить передовую западную авиацию, такие как самолеты F-16, например. Ну и вот давайте посмотрим, на каком этапе мы сейчас находимся, в какой точке мы находимся сейчас, то есть, я думаю, вы помните, как в начале российского вторжения в Украину французский президент Эммануэль Макрон названивал Владимиру Путину. Сейчас он уже больше не названивает Владимиру Путину, он говорит, что сейчас не время переговоров по Украине, сейчас время войны, и, кстати, сама Франция, мы видим, поставляет тоже передовое оружие, такие как французские гаубицы, точнее говоря, самоходные артиллерийские установки Цезарь, ну, в общем, что вы думаете по этому поводу? Ну, я скажу так, что Запад в любом случае проделал очень серьезную эволюцию в этом направлении, начиная с тезиса о том, что Украина практически обречена, и заканчивая тезисом то, что мы не дадим Путину победить. И, конечно же, тут главная заслуга в этой эволюции, она принадлежит, я так думаю, действиям ВСУ и украинская терророборона, то есть, которые просто не захотели становиться вот частью вот этого замечательного путинского плана и того плана, с которым, возможно, внутренне были согласны уже, ну, скажем так, мягко некоторые европейские политики. Тенденция, она нам в целом очевидна, но вот если вы спрашиваете, на каком этапе мы находимся сейчас, я бы сказал, что этот этап от нас объективно скрыт туманом войны. Сейчас мы ничего определенного сказать не можем, поскольку все, что мы слышим, это либо какие-то официальные заявления, либо даже, возможно, намеренная дезинформация, потому что, как вы понимаете, успех будущего контрнаступления в существенной степени отталкивается от его внезапности. То есть, как говорил классик, настоящая война всегда начинается вдруг. Вот это должно начаться вдруг. Это должно начаться там, где не ожидает враг и так, как он не ожидает. Вот когда это контрнаступление пройдет, тогда мы уже увидим, что Украина реально получила, чего она не получила, и тогда мы можем говорить уверенно, на каком этапе находится сейчас позиция Запада. То есть, в целом, конечно, если пытаться делать какой-то наиболее вероятный прогноз, ну, то, что мы до сих пор видели, по крайней мере, если заниматься такой прямой экстраполяцией, ну, можно говорить, что Запад, он стремится потихонечку, постепенно размотать Путина и сформировать ситуацию, когда у Путина возникает ощущение, что ему не хватает вот буквально еще какого-то одного небольшого шага для того, чтобы получить, ну, понятно, уже как бы не победа, победить он не может. То есть, он может хотя бы попытаться не проиграть, да. И вот ему пытаются последовательно внушать, что ему надо сделать что-то еще вот так чуть-чуть, как-то вот поднапрячься, то есть, провести мобилизацию, например, там это, да, или вот ввести электронные повестки, или что-то еще, и это остановит, как бы, сделает наступление Украины невозможным, и тогда он сможет заключить с Украиной мир на каких-то сколько-нибудь для себя прямых условиях, вот. Но это есть не что иное, как попытка такого потихонечку постепенного разматывания диктатора, который шаг за шагом приближает в Россию к экономической и политической катастрофе. То есть, как-то вот я так думаю. Но это пока не более чем наиболее вероятный, как называется, прогноз, сделанный методом прямой экстраполяции. А вот как это обстоит на самом деле, я думаю, мы узнаем уже где-то вот буквально весной, либо в начале лета, после, безусловно, успешного, вопрос в том, насколько успешного украинского контрнаступления. Я хочу, помимо всего прочего, зрителям пояснить, что Найк является специалистом в области истории, и у него есть соответствующая научная степень вот в этой сфере. Так вот, вопрос к вам и как к историку. Скажите, пожалуйста, вот с чем бы вы сравнили вот нынешний этап, этап подготовки к большому контрнаступлению? Может быть, у вас есть какие-то исторические аналогии? И чего бы мы могли бы ждать и извлекать из этих аналогий? Может быть, они могли бы нам чем-то помочь для понимания вот этой ситуации? Ну, как историк, я бы как раз посоветовал избегать прямых исторических аналогий. Они всегда вводят в заблуждение. Единственное, для чего можно их использовать, это примерно, ну, допустим, мы можем попытаться отталкиваясь от исторических аналогий, поговорить на такую спорную тему для многих, как соотношение потерь, потерь российских и украинских, соответственно. Да, это вот одна из таких тем, которая, как я знаю, ну, скажем так, вызывает самые бурные споры с той и с другой стороны. Так вот, исторически очень хорошо известно, что, как правило, тот, кто наступает, он всегда несет большие потери, чем тот, кто обороняется. И, соответственно, если мы хотим понять, то есть, в целом оценить характер потерь в ходе вот, ну, какого-то временного промежутка существенного, то есть, надо посмотреть, то есть, кто сколько времени стоял в обороне и кто сколько времени наступал. И, соответственно, просто исходя из характера этой войны, то есть, мы видим, что Украина, она наступает быстрыми, решительными движениями, фактически, создавая ситуацию, когда Российская армия, человеке там не сама без сопротивления, ну, отходит. А Российская армия, в свою очередь, как бы, она там, как мы уже знаем, там, с самого начала войны практически грызется за этот маленький бахмут. То есть, бахмут, солида, то есть, все эти вот вещи, которые даются очень большим трудом и очень такими, через постоянные вот эти вот волны новых, мобилизованных, наступающих на укрепленные украинские районы. Поэтому, исходя уже только из этого факта, мы можем констатировать, что соотношение русских и украинских потерь, оно в самом лучшем случае, в самом лучшем случае для России, имею в виду, это где-то один к трем в пользу Украины. А вполне вероятно, что еще больше. Вот такой, как бы, единственный вообще уроки, который можно извлекать из предыдущих боевых действий, они касаются такой чисто военной статистики, скажем так. Прямых аналогий, конечно же, провести нельзя, потому что все-таки во многом меняется, скажем так, меняется экономическая обстановка, изменился все-таки некоторые особенности боевых действий. И все вот эти аналогии, они более чем красивая метафора, если вы имеете в виду прямые аналогии. То есть, вы имеете в виду, что, условно говоря, на, условно, единицу потери в украинской армии в СУ продвигаются намного больше, чем на эту же единицу продвигается российская армия? То есть, рычаг тут существенно в пользу Украины, то есть, при потере как бы один к трем, это самый минимальный, как это называется, минимальный уровень потери, который может быть полосы для России. Скорее всего, это соотношение еще больше в пользу Украины, но оно точно не может быть, скажем так, не может быть выше этого порога. Чисто статистически, чисто исходя из характера боевых действий, который нам хорошо известен и в том числе по Второй мировой войне. Ну вот, к вопросу о Второй мировой войне. Мы часто слышим сейчас уже, да, вскрываются вот все эти истории про зверства. Зверства, которые россияне, мы их будем называть условно россиянами, потому что в разные периоды времени они могли немножечко по-разному называться, это могло быть разное государство даже, получается, но они творили зверства. Зверства творила Красная армия, зверства творила Советская армия в Афганистане, зверства творили российские солдаты в Чечне, точнее говоря, в независимой республике Ичкерия. Да, точнее, это как раз имперское название вот этого региона в составе России. Региона, который не хотел быть в составе России, его тут насильно затолкали. Но и вот сейчас вот скрываются ровно те же самые истории в Украине. То есть, сначала это Бучерпень, на каждой новой освобожденной территории выявлялись все новые преступления российских солдат. В общем, страшные, да, самые ужасные вообще, которые можно представить только. И вот сейчас вот в очередной раз нам напомнят, что такое российская армия. То есть, вот она зашла, точнее, это даже не армия, это уже наемники, это сброд уже. Ну, такой уже рафинированный прямо сброд, я бы сказал, да. Вот эти наемники вагнеровцы зашли в Бахмут и в Солидар, они там ровно то же самое тут же натворили. То есть, вот это вот свидетельство, которое заявили наемники Вагнера, один и второй, Владимиру Осечкину. Ну, и вот, собственно, да, мы просто вспомнили, что такое россияне. Вот я хочу у вас узнать, скажите, пожалуйста, а вообще, правда вот то, что творят сейчас российские мясники в Украине, вот эти вот все ужасы с расстрелами детей, да, с уничтожением просто сотен гражданских зданий, скажем, в Солидаринск, сколько я понимаю это было, или все-таки в Бахмуте, кажется. Это правда беспрецедентное что-то? Или, в принципе, этим российский народ не отличается от других захватчиков, которые в прошлом, может быть, прямо сейчас пытались, да, вот таким образом свою имперскую идею реализовать? Нет, смотрите, тут дело не в народе и не в имперской идее. Тут работает несколько иной механизм, который тоже достаточно хорошо известен на примере многих других войн. Дело в том, что тактика террора по отношению к мирному населению – это закономерное следствие самого характера этой войны. То есть, что происходит на захваченных территориях? Мы это с вами, кстати говоря, видели в прямом эфире. Мы видели, как на захваченных территориях украинцы выходят на митинги, преграждают дорогу танкам, вступают в споры с оккупантами, снимают происходящее на фото и видео, вполне вероятно скидывают в СУ координаты вот этой российской техники. И вот в этой ситуации у оккупантов просто нет другого выхода какого-то. Им ведь необходимо контролировать захваченную территорию. То есть, если ты оккупант, ты захватил территорию, но ты ее не контролируешь, ну, тебе проще сразу сдаться на самом деле. Потому что какой вообще смысл вообще в том, что ты что-то оккупировал, если ты эту территорию не способен контролировать. Возникает вопрос, а как? Как контролировать территорию, на которой население, ну, как минимум, там, я не знаю, там, в 99, наверное, и 9 процентов, оно довольно активно против того, что ты делаешь. У тебя есть только один способ. Никакого другого способа ни до Путина, ни после Путина, никто не придумал и не придумает. Этот способ – это террор. То есть, это не просто какая-то, то, что называется, частая инициатива. Это именно системная политика, в которой внедряется командирами для того, чтобы каким-то образом контролировать вот это население на захваченных территориях. И другого метода контроля у них нет. А вот дальше, дальше начинается довольно закалиберный процесс. То есть, как только армия, любая армия, в данном случае российская, начинает применять тактику массового террора, это вопрос времени, когда отдельно взятые бойцы, отдельно взятые солдаты начнут просто слетать с катушек. То есть, терроризировать население сверх необходимого, сверх того, что вот спускается сверху. Поскольку это чисто психологически невозможно долгое время жить под войным стандартным. Когда тебе говорят, что вот тут вот от сих до сих можно убивать гражданских, а вот здесь уже нельзя. То есть, так это не работает. То есть, никакая психология так работать не будет. Либо вы поддерживаете жесткую дисциплину в своей армии. И гражданских нельзя ни при каких условиях трогать. Либо вы, в принципе, разрешаете это делать, ну, поначалу в каких-то там необходимых для вас пределах. То есть, вы хотите, допустим, там, террор точечный по отношению к активистам и массовый для запугивания населения, ну, вот в каких-то пределах, которые вы там сверху спустили. Но вы не сможете сдержать эти пределы. То есть, неизбежно возникнут какие-то отдельно взятые солдаты, которые еще до этой войны, скажем так, имели некоторую склонность к садизму. И вот тут-то они получат возможность для самовыражения. И в условиях войны именно вот такие люди, потенциальные садисты, то есть, получившие возможность самовыразиться, начнут становиться у вас неформальными элиерами. Вспомним традиции дедовщины, которые как раз, вот, скажем так, делают это неформальное лидерство очень важным явлением в российской армии. И для того, чтобы сохранить хотя бы какую-то видимость управляемости в своей армии, некоторые командиры начнут вот таким вот неформальным лидерам давать сержантские лычки. Ну, потому что иначе просто все выйдет из-под контроля, понимаете? И, соответственно, потихонечку, а опять-таки, а те даже солдаты, которые не имели изначально склонности к садизму, они будут вынуждены подражать вот этим неформальным лидерам, либо как-то, ну, скажем так, не входить с ними противоречия, поскольку в противном случае они сами рискуют стать объектом травмы. То есть, так работает вот российское неформальное лидерство и российская дедовщина в армии. Так она будет работать здесь сейчас. И поэтому, то есть, вот именно эти механизмы приводят к тому, о чем вы сказали, что российская армия потихонечку начнет превращаться просто в одну такую большую банду. Это есть некие закономерности социологии, которые менее всего связаны с имперской идеологией. Я вас уверяю, что вот у этих садистов, то есть у этих вот людей, которые это творят, если с ними так вот сесть и пообщаться, вот менее всего там нужно выудить какие-то такие вот сложные идеологические концепты. То есть, конечно, они там их могут какими-то кусками что-то выдавать, что они запомнили там, слушая Киселева, Славлева или еще кого-то. Но это на самом деле не более чем такая робкая попытка придать хотя бы некоторую такую имперскую позолоту нанести на вот ту садистскую практику, которая изначально внедряется в чисто утилитарных целях, но потом просто она выходит из-под контроля. То есть, вот так это все происходит. И это как раз то, что, к сожалению, следовало ожидать. То есть, я, конечно, не могу, как говорится, ручаться за каждую подробность. Мы понимаем, что на войне много там возникает слухов, какая-то информация может искажаться. То есть, нельзя ручаться там за каждую абсолютно вот новость, которую мы слышим. Тем более, какая-то часть этих новостей могут быть намеренным. Часть информационной войны. То есть, может такое быть, что Российская Федерация намеренно вбрасывает какие-то вот такие новости, чтобы потом их опровергнуть и чтобы вызвать сомнения во всех подобных новостях. Это все может происходить, конечно. Но в основе своей, то есть, мы, безусловно, понимаем, что эта война по своей природе неизбежно будет порождать массовый терроризм по отношению к мирному населению. Поскольку это изначально является частью политики Российской Федерации. И никакая другая политика для приведения этих территорий в покорность, она просто невозможна. Так скажите все-таки, это был вот конкретно в ситуации, которую описывал этот вагнеровский наемник, приказ Пригожина, а он все-таки указывал на Пригожина, или это по большому счету был приказ или, по крайней мере, отмашка самого Владимира Путина? Отмашка на то, чтобы вот таким вот образом покорять население. То есть, любым способом, любые варианты обращения с мирными жителями допустимы, вплоть до массовых расстрелов, в том числе и несовершеннолетних. Вот как вы думаете, кто отдавал реальный приказ? Кто отвечает за это? Потому что я хочу подчеркнуть, этот наемник, и один, кстати говоря, и второй, подчеркивали, что мы просто выполняли приказы. Один говорит, я просто выполнил приказ, мне приказали пойти закидать яму с, там, вот я как понимаю, ну, теми, кого они считали предателями, да, 30-ти угранатами. Второй говорит, что это был, мол, приказ не оставлять никого в живых, и поэтому он застрелил, в том числе и пятилетнюю девочку, там, и, как я понимаю, как он говорит, обнулил, там, несколько сотен человек фактически. Вот они же ссылаются на каких-то командиров, они не берут на себя личную ответственность за то, что они сделали. Они говорят, нет-нет, это не мы, это вот нам приказали, хотя, да, нам очень жаль, конечно, нам очень стыдно за это. Вот, всплакнули даже. Смотрите, когда мы говорим с вами о конкретных случаях, тут все-таки, наверное, свое слово должна сказать, прежде всего, украинская прокуратура и международный орган расследования. Потому что, то есть, как аналитик, я оперирую некими тенденциями, скажем так. То есть, я, безусловно, понимаю, что такие приказы отдавал и Путин, и Пригожин. То есть, откуда конкретно эти солдаты получили приказ, я не могу знать, потому что я не умею читать мысли там, да, и я, тем более, с ними не контактировал. Но, вот, принципиально это устроено таким образом, что никакого другого способа контролировать захваченные территории у них нет. Поэтому, соответственно, тут любой, любой военачальник уровня Пригожина, уровня войны, вообще любой, скажем так, российский генерал, он неизбежно в этом замешан. То есть, это неизбежно происходит через него. То есть, и говорить о том, вот, насколько там велика его доля ответственности, ну, это, по-моему, такой, как бы вопрос очень абстрактный на самом деле. Тут она, в любом случае, ответственность настолько велика, что и как ее не делить, скажем так, а это, в любом случае, военный трибунал за соучастие в военных преступлениях. То есть, я думаю, что надо как-то бессмысленно уже, да, эти моменты детализировать в плане ответственности начальства. Все начальство, оно в этом виноваты, оно все в этом участвовало. Скажите, а вы вообще согласились бы, что оказалось, что, в общем-то, вот, обычные, как бы, наемники, ну, вот, это вот, так называемое ЧВК Вагнера, да, как бы, там, вот, она не была бы оформлена, но, что они казались единственными, кого вот эти вот российские террористы-мясники готовы использовать в качестве реальных штурмовиков, потому что регулярно армия оказалась вообще ни к чему не способна. Или же это просто не более чем миф, и просто вот, условно говоря, под Бахмут бросили больше людей, дали больше туда, условно говоря, там, военной техники, то есть сосредоточились просто на конкретном участке, а Евгений Пригожин, условно, выстроил вот на этом вот участке, да, миф о непобедимом Вагнере, хотя уж какой он там непобедимый, потому что у него же очень большие потери все-таки, но это единственное место, где у России получается, там, минимально как-то продвигаться с чудовищными, конечно, потерями, там, на квартал в неделю, но все-таки, вот, как вы думаете? Ну, на самом деле, вы знаете, вот, если вы хотели о таких аналогиях, как бы, то как раз практика вот использования этих заключенных, она чем-то напоминает практику штрафных батальонов, примерно, Второй мировой войны, то есть это просто люди, которые четко понимают, что у них нет другого выхода, либо их наверняка убьют свои, либо их, может быть, убьют враги, соответственно, то есть просто создаются ситуации, когда им особо, по большому счету, нечего терять, и таких людей, ну, в принципе, их несколько проще использовать в качестве штурмовиков на самом деле. Вот поэтому, то есть не скажу, что это полностью мир, то есть, да, это вполне работающий механизм, который применялся еще во времена Сталина вполне себе, вот, но проблема в том, что так или иначе заключенные имеют свойство заканчиваться. Да и, собственно говоря, их прибожно уже отобрали, насколько я знаю, и сейчас заключенных вербуют Минобороны. Кстати, опять-таки, то, что заключенных на себя взяло Минобороны, это лишний раз, что эта практика, она, пожалуй, была наиболее эффективной за все время войны, которую россиянское руководство смогло обнаружить и внедрить, соответственно. Но это не скажу, что да, это как бы позволит добиться им частных практических успехов 100%, мы это видим, но какого-то перелома в войне сама по себе эта технология принести однозначно не способна. Но, тем не менее, это единственное, как я понимаю, что сейчас готовы использовать российские командиры, да, то есть, они больше ни на что не надеются, кроме как вот на заключенных, потому что регулярно армия демонстрирует полный провал. Потому что в России есть, по сути, только два, то, что называется, конкурентных потенциальных преимущества. То есть, первое, это формальная масса, то есть, больше людей, которых можно как-то, да, то есть, количество. И второе, то есть, тоже называется, это меньшая чувствительность к потерям. То есть, ну, просто говоря, российским руководством безразлично, то есть, как это, убитые люди. В России нет гражданского общества, и, соответственно, то есть, возмущение, как бы, там, какой-то там матерей, там, жен, там, братьев, сестер, его можно меньше гораздо опасаться, чем, допустим, если бы это было в случае с демократической страной. И, соответственно, заключенные находятся вот как раз на стыке двух этих вещей. Как бы, это как раз те, кого не жалко, вот, ну, и те, кого, может быть, там относительно много, то есть, в какой-то момент, как бы, там этого. Поэтому, да, ничего другого тут, в принципе, мы ожидать не можем. То есть, в том или ином виде, то есть, Россия может опираться только на эти вот две вещи. Это, соответственно, большее количество населения и меньшая чувствительность к потерям. И это все сходится чудесным образом в образе заключенных. Заключенные просто самый яркий пример, где эту тактику можно реализовывать. Но, опять-таки, с теми же самыми мобилизованными будет та же самая тактика. Тактика количества и равнодушие к потерям. То есть, это тоже, на самом деле, конкурентные некие преимущества. Не бог весть, какие, но у других их просто физически не существует. Раз уж вы сказали про большие массы, да, которые потенциально имеет Россия, да, больше все-таки, чем у Украины. Вот, я так понимаю, что решение по электронным повесткам, которое я называю фактически новым крепостным правом, только теперь электронифицированным в России, это как раз вот в эту тему. Да, это действительно попытка, наверное, как-то обеспечить, по крайней мере, потенциал призыва. Вы бы с этим согласились. Но сколько это вообще может быть действенным, этот механизм? Давайте для начала его вообще опишем. Путин-то подписал закон, но для начала, а вообще, есть ли какие-то, ну, скажем так, механизмы для его реализации? Потому, что нету ни вот этого реестра электронного пока что, да? Нету, как я понимаю, ну, отработанного вообще механизма вот отправки этих повесток, то есть, как-то вообще выглядеть будет все и так далее. Что вы думаете? Ну, я думаю, это будет выглядеть так, что будет какой-то такой единый электронный реестр повесток, тебя в эту повестку вносят. Неважно, знаешь ты об этом или нет, но если ты через неделю в военкомат не приходишь, тебе блокируют карточки выезд из страны. То есть, поэтому я думаю, что в каком-то таком виде это работать на самом деле и будет. И это, конечно, в целом попытка как-то оптимизировать работу конвейера по поставке пушечного мяса на пронт, попытка упростить работу военкоматом, потому что любые бракаты они как бы не любят, когда их работа становится слишком сложной. Даст ли это какой-то эффект? Ну, в каком-то случае даст, если, допустим, человек официально работает, у него всякая карточка заблокировали, у него там семья, дети там, что-то ему уже... С тем, кому некуда деться, их, конечно, это приведет быстрее на конвейер. Но, в принципе, тех, кому некуда деться, система и раньше могла бы относительно безболезненно получить, например, направив повестки на работу, а еще лучше направив на работу самого живого военкома, потому что я знаю, что многие работодатели, они делают все, чтобы эти повестки до их работников не доходили. С самыми разными способами, скажем так, не будем сейчас их открывать, да, потому что нас слушают не только друзья, но вот они были, скажем так, да. А сейчас вот с этими электронными повестками, ну, где-то, может быть, это стало проще, конечно, кого-то прижать к ногтю, скажем так, проще стало третировать уклонистов, но уклоняться сложнее не стало. Более того, любой человек, если он начинает мониторить этот конкретный повесток, он заранее узнает о том, что ему пора бы как-то, в общем-то, уходить и переходить на подпольный образ жизни, скажем так. Понятно, что из страны он выехать уже не сможет, его остановят на границе, но ведь электронная повестка, это не военкома, это не какой-то там наряд, который его схватил, и ему уже некуда деться, нет, это просто вот информация, что вот вы должны прийти, а то мы за вами придем. Какой-то, ага, окей, за мной, значит, придут, следовательно, лучше мне поехать на недельку, на месяц, на полгода в деревню к родственникам, то есть, в принципе, предупрежден, значит, вооружен. Поэтому, по большому счету, эти повестки для кого-то могут сыграть вот такая форма, еще и обратный эффект они могут иметь, по большому счету, скажем так. Поэтому, ну, какая-то попытка, да, но погода, она, конечно же, великой какой-то не сделает. Я вот так бы ее оценил на самом деле. То есть, в большей степени это, повторюсь, способ третировать уклонистов. Но если человек обладает способностью, скажем так, работать без прописки и получать зарплату неофициально, то есть, я думаю, что вот он эту способность в себе как-то будет развивать. И это тоже будет хорошо, потому что чем больше людей работают неофициально, тем меньше налогов получает вся эта российская машина. Вот, и в итоге то на то и выйдет, соответственно. Где-то себе работу упростили, где-то усложнили. Как это всегда бывает в подобных жестких тоталитарных структурах. Очень, на самом деле, интересную мысль высказали, потому что, действительно, это получается, что все, кто будут получать повестки, и при этом не желать прийти по этой повестке, они будут уходить в тень. То есть, будет расти теневое сектор российской экономики, который и так не маленький, я бы так сказал, да? Да, да, да. Это, ну, это основной эффект. Ну, плюс, как бы, некоторые люди уже заранее стали, пока они не пришли повестки, конечно. То есть, мне тут, скажем так, друзья из Казахстана сказали, что немножко, опять-таки, вырос поток беженцев из России после принятия этого закона. Вот, пока что это единственные эффекты, которые мы с вами можем наблюдать. Скажите, а как вы думаете, почему вообще Путин пошел вот на такой шаг? Ведь мы помним, что у него был довольно большой оптимизм по поводу готовности России, россиян, ступать в ряды российской армии, записываться, стоя в очереди в военкоматах, да, в ряды вот этих вот вояк, которые топчут украинскую землю, да? Что, оказалось все не так, да? Не столько желающих, что Путин ожидал. Я не думаю, что у него такой был оптимизм в какой-то момент, потому что, скажем так, если подобный оптимизм у него был, то он должен был развеяться еще где-то так вот в году, если не в 2014-м, то в 2016-м это точно. Потому что я напомню, что точно так же с 2014-го года вплоть до 2020-х искали добровольцев на Донбасс. И то, что туда в конечном итоге поехали вот эти вот российские офицеры, которые оказались в увольнении, там, российские вот эти, это ведь не от хорошей жизни на самом деле, потому что поначалу надеялись обойтись как раз вот такими добровольцами. И конкретно, допустим, из нашего города, я знаю, уехало где-то порядка добровольцами, порядка, ну, скажем так, по разной информации, там, от 30 до 40 человек. Что, вроде, как бы, с одной стороны, не сказать, что совсем мало, но, как вы понимаете, недостаточно. То есть, если с каждого российского среднего города взять вот по такому количеству людей, ну, это никак проблема вообще не решит, в общем-то, да, ведение боевых действий на Донбассе. И, соответственно, вот те июзи, о которых вы говорите, уже тогда должны были разбиться. Кстати говоря, такой интересный нюанс, те, кто именно уезжал, это были представители радикальных националистических движений российских. Ну, к вопросу, кто там у нас вообще нацисты, как бы, на какой стороне войны, такой любопытный момент. Ну, они довольно быстро закончились. Вот, и дальше пошли вот именно эти кадровые военные, которые там так-то пытались делать вид, что это не они, там, это не мы, там, как-то там, это двинуться все пытались от этого. От своего воинского звания. Получалось, что у них это плохо, как мы знаем. А что касается вот именно новых иллюзий Путина, которые связаны вот именно с открытой агрессией, то, скорее всего, это была иллюзия не о том, что будет много добровольцев. Он понимал, что их не будет уже в моментах. Просто он надеялся на бритскрик. Он надеялся, что вот тех запасов, которые он приготовил, это был классический бритскрик по всем признакам, то, что пытались сделать. Что это просто, этого хватит, соответственно. А когда этого не хватило, он оказался в растерянности и стал хвататься за все соломинки подряд. То есть за любую какую-то вот такую идею, которую потенциально там что-то как-то там где-то вот наскрести, там набрать, там еще что-то. То есть это вот те же самые вагнеровцы, те же самые заключенные, это те же самые там рекламы контрактной службы, которые можно на любом баннере сейчас увидеть. То есть эту идею не оставили, то есть пытаться людей всеми силами и способами зазывать на контрактную службу, и чтобы они там добровольно приходили. Это было бы идеально для системы на самом деле. Ну и этого тоже не хватает, поэтому вот есть еще как бы мобилизация, есть еще призыв обычный, который там два раза в год происходит, и призыводников можно как-то там так или иначе подтянуть к этой задаче. Вот все, за что могут ухватиться, то есть я не удивлюсь, если там, ну кстати, почему? Там уже есть такая даже информация, что мигрантов как-то пытаются затащить там в российскую армию, там дороги им гражданства, то есть это все хватание за соломинки. Алло, алло. Да, то есть получается... Что-то звук подписан. Алло. Сейчас как? Как, слышно меня? Хорошо. Сейчас нормально. Так, все хорошо, все хорошо, да. Кстати говоря, а как вот вы видите конкретно на дальневосточной территории вот эту историю? Много ли желающих сейчас вступить в ряды ЧВК Вагнера? Потому что мы видим, что ЧВК Вагнер по всей стране ведет наборы, вот здесь вот эти билборды с рекламой типа «Вступай в Лигу Победителей», и вот по российским каналам идет соответствующая реклама, по федеральным каналам, да, людей призывают вступать в ряды террористической по международным стандартам, да, структуры. Что там вот в Хабаровске, возможно, в частности, в этом... Я скажу так вам, что если бы там дела... То есть я, конечно, наверняка не знаю, потому что я там в этих вот центрах там ни в каком варианте не сижу, но я скажу так, что если бы там дела обстояли хоть сколько-нибудь нормально, не потребовалось бы вводить электронные повестки, потому что это как бы вот такая уже мера, которая прямо, ясно, не от хорошей жизни вводится. То есть понятно, что какое-то ненулевое количество людей есть. Есть люди, которые либо соблазняются на большие деньги, есть люди, которые, ну, скажем так, дезинформированные, плохо понимают, что там вообще происходит под это вот как бы, да, то есть которые там в какой-то такой... Ну, их на самом деле очень мало, их очень мало, поскольку, скажем так, реальные сторонники вот все этой войны, такие реальные, активные сторонники, это люди, которым очень хорошо уже так за 50 или за 60 лет. Это не та категория. А если брать категорию, которая вот именно помоложе хотя бы немного, то эти люди, они зачастую, к сожалению, в силу, допустим, если брать вот так называемое последнее советское поколение, к сожалению, в силу каких-то особенностей своего характера, они готовы покорно идти по мобилизации, то есть поскольку, ну, то есть начальство сказало ему виднее, как бы там это, да, то есть там... Ну, они определенно не готовы сами приносить добровольность своей жизни на алтарь вот всего этого беспредела, который сейчас происходит. Ну, и уж тем более, то есть если брать молодое поколение, там мы сторонников или желающих как-то там принять участие, мы, ну, не знаю, там в каких-то микроскопических масштабах можем обнаружить только. Ну, и, кстати говоря, все это соответствует тенденции деградации российской армии в целом. Вот тут вот СНН публиковал доклад, из которого следует, что российская армия, хотя сохраняет пока что численные преимущества над ВСУ, но качество ее падает, ресурсов на восстановление нет. И это заставляет Россию расконстерлировать технику времен холодной войны, ну, в частности, вот танки Т-55 образца 1948 года. Уралвагонзавод потенциально мог бы производить 20 танков в месяц, не знаю, сколько реально производит, но Россия, в любом случае, теряет в Украине ежемесячно 150 танков. Понятно, что запас советский пока что есть, но вот Т-55 уже расконсервированы. Ну что ж, вот мы сейчас гадаем, дойдут ли до Т-34 или проиграют войну раньше, чем успеют добраться до вот этих вот танков. Ну, думаю, доберусь, но опять-таки, смотрите, люди-то, они вот тех, кого там эгитируют войну, они-то всех этих моментов не знают, вряд ли они там читают там CNN, BBC там, или еще какие-то источники. Дело не в этом. Дело в том, что россиян, в основной массе, их, в принципе, невозможно мобилизовать на войну каким-то образом, в силу того, что системе нечего им предложить. Ну, понятно, можно предложить, допустим, деньги большие, как бы, да? Но, понимаете, ни один глобальный проект, он не может работать только на финансовом интересе. Должна быть какая-то идея, за которую люди пойдут. А такой идеи, ее по существу нет. Если мы возьмем всю российскую пропаганду, которую якобы там вот она какая-то такая особо крутая, я такой, кстати говоря, абсолютно не считаю, эта пропаганда нам подробно объяснит, с кем, против кого, там, нацисты, там, наркоманы, боевые комары, там, эти зомби-бобры, я не знаю, там, еще кто-то. Это все понятно, то есть, как бы, да? Но этого недостаточно для формирования устойчивой мотивации. Чтобы соревновать устойчивую мотивацию в действиях, должно быть четкое понимание, за что он воюет. Не против чего, а за что, да? То есть, такая мотивация однозначно есть у украинцев. У них есть понимание, что будет, когда они победят. То есть, у нас будет и Евросоюз, у нас будет достаток, у нас будет свобода, у нас будет самостоятельное государство, которому никто там из Москвы не диктует. То есть, все понятно, как бы, что мы строим, как бы, да? А вот россиянин, допустим, вы победили. Ну, давайте пофантазируем, да? Вот вы взяли Киев, допустим, как бы, да, там это. И что? Что получите лично вы? Чем ваша жизнь, то есть, у вас, как был этот диктатор, так он и останется. В чем вообще ваша программа заключается позитивно? То есть, если смотреть вообще на всю российскую пропаганду, ну, мы там слышим про духовность и про духовные скрепы, допустим, какие-то вещи, да? Если попытаться размотать как-то, потому что это, ну, неопределенные слова, то есть, у них непонятно, что содержится вообще, что такое духовность, как бы, да? В лучшем случае окажется, что это строительство большого количества церквей, к которым россияне, кстати говоря, абсолютно равнодушны, потому что у нас, как вы знаете, там, вот реальных православных людей, которые ходят в церкви, их, там, менее 5%, как бы, да? И второе, там, простите меня, борьба за анальную деятельность, как бы, там, вот две части нашей позитивной программы, как бы, там. Вот этим всем человека нельзя мотивировать на какую-то долгосрочную перспективу. И этим Россия, то есть, она, как бы, вот всем, то, что называется, состоялась как фашистское государство, но, кроме идеологии, потому что нормальное государство такое, ну, которое совсем, то есть, классическое фашистское, оно обязательно эту идеологию имеет. Если, допустим, вы бы остановили, там, немца образца, там, 43-го года, где-нибудь, там, в Берлине, там, и спросили, вот, а ради чего вот это вот все происходит, он бы пояснил, что, понимаете, я, там, вот, высшая раса, как бы, я, там, получу, там, вот, привилегированное, там, место в этой системе, как бы, там, я, там, вот, там, славянские рабы, там, какие-то, я не знаю, там, кусок земли, и это, конечно, все, ну, скажем так, не очень симпатично нам было бы слушать, но хотя бы понятно, то есть, какой у него есть личный образ, вот, будущего и себя в этом будущем, да, а если, там, остановить на улице, там, советского человека, там, образца, хотя бы даже, вот, раннего застоя, как бы, и спросить, а вот, зачем вообще, ну, твоя страна, как бы, существует, как страна, он скажет четко, что, ну, понимаете, вот, у нас, как бы, потому что есть, там, социальный прогресс, вот, мы создаем, там, самый справедливый социальный устрой, там, вот это равенство, как бы, благосостояние экономическое, там, и мы, там, вот, двигаем научно-технический прогресс. Можно спорить с тем, насколько эти слова были соответствовали реальности, скажем так, да, но вот сами эти идеи, в них же плохого-то ничего нет, как бы, то есть, ни в социальном прогрессе, ни в научно-техническом прогрессе ничего плохого нет, как бы, да, а сейчас эти идеи не звучат даже на уровне обещаний, даже на уровне слов, в силу того, что, если бы дальше они прозвучали, то было бы совершенно фальшиво, потому что они расходятся с реальностью абсолютно полностью. Очевидно, что в России нет ни социальной справедливости, это слишком очевидно, то есть, да, и дело даже не в дворце Путина, в общем-то, то есть, каждый россияненький видит просто вот на своей работе, скажем так, это вот, да, то есть, там, не нужно куда-то далеко выезжать, там, куда-то далеко ходить. И совершенно очевидно, что Россия никак не может рассматриваться ни в каком смысле как лидер научно-технического прогресса. А что вы еще людям пообещаете? То есть, традиционные ценности, они могут действовать только в традиционном обществе, но это общество, оно, его уже не существует, как бы. То есть, Россия уже прошла урбанизацию худо-бедно, и все российские, все современные россияне, какими бы они нам не казались сейчас, скажем так, своеобразными по своей риторике, но это уже не те люди с традиционным мышлением, которые жили в 19 веке, и на которых имперская идеология в чистом виде могла как-то вот куда-то их там замотивировать, куда-то их могла бы вывести. Поэтому самое... То есть, у российской пропаганды нет самого главного. У нее нет двигателя. То есть, эта машина без двигателя. Двигатель – это образ будущего. У них нет поднятного образа будущего, который может быть россиянам, за который бы они сражались. И поэтому вот какая-то вот такая, как мы говорим, массовая нобилизация, скажем так, да? То есть, одна из причин, которые делают массовую нобилизацию по существу невозможной. То есть, им придется, этих россиян, просто вылавливать физически сдач, а чтобы их в таком количестве была, чтобы это была массовая нобилизация, ну не хватит военной полиции, скажем так, просто, то есть, физически не хватит. То есть, понятно, кого-то выладят, но далеко не всех. И опять-таки, вам еще придется эту полицию набирать и туда тратить какой-то ресурс, какое-то количество людей, которые могли бы воевать Да, но с другой стороны, ведь так или иначе, подспудно предполагается, что цель – это захват территории Украины, присоединение украинской территории к российской, распространение на украинскую территорию законов, то есть юрисдикции российского государства, то есть восстановление Советского Союза, в качественном итоге, потому что понятно, что на Украине Путин бы не остановился. Кстати, даже если он проиграет в Украине, я надеюсь, не если, а когда, то есть риск того, что он попробует и в Казахстан зайти, и другие территории бывшего Советского Союза присоединить, не знаю, как автономии, условно говоря, как какие-то… Там разные варианты есть, оформление вот этого всего. Но Беларусь достаточно посмотреть вот в таком виде, ну типа союзное государство, условно говоря. Ну вот это вот цель – восстановление Советского Союза, восстановление России в ее исторических границах, как он говорит, разве не эта цель? Эта цель, она не может мотивировать среднего россиянина на какие-то существенные решения. Да почему? То есть в лучшем случае, потому что он с этого ничего не получает, средний россиянин за пределами своей области никогда не был, с большой вероятностью, как бы, да, что им это Украина. То есть понятно, что средний россиянин – это человек, то есть мы с вами это уже разбирали, да, это человек с двойной либо стройной моралью. Это человек, который, конечно же, будет повторять риторику телевизора, потому что ему так удобнее, потому что это социально выгодно, ему эту риторику повторяют. Но одно дело эту риторику повторять, и другое дело – формировать мотивацию. Эта риторика его не мотивирует не то, что на войну пойти, она его не мотивирует даже какую-то существенную часть зарплаты пожертвовать российской армией. То есть понимаете, вот сколько из этих людей, которые букву «З» рисуют себе там на каком-либо месте, там удобном для них, да, сколько из них там хоть что-то пожертвовало российской армией. То есть я видел эти попытки делать сборы там у нас, да, когда там в магазинах там ставили корзинку там, и вот сюда скидываем там продукты, которые пойдут в российской армии. А я вам скажу так, что вот абсолютно никакой активности, то есть даже там печенюшку, то есть люди туда вот как-то вот жалеют от себя оторвать тогда, при том, что я уверен, если их на выходе остановить и задать им какие-то вопросы там эти вот там, что как вот вы там поддерживаете ли вы там президента там и его там политику, они все правильные слова скажут, но печенюшку они пожалеют при этом, понимаете. Есть большая разница между тем, что человек говорит, между тем, как он себя позиционирует, и тем, на что он на самом деле готов пойти ради достижения этих целей. То есть это разные вещи. То есть мы помним вот эту истерику «Крым наш», когда люди собрались по всем российским городам вот в 2014 году с флагами на митинге в поддержку присоединения, как они говорили, Крыма. А другое дело – это реально пойти и положить голову за этот Крым или хотя бы, как вы сказали, отдать печенюшку. То есть это разное. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Я вам скажу, даже в случае с «Крымом наш» эта истерика была очень хрупкой. То есть лично я ни одного, ни двух людей, как бы, скажем так, ну не совсем пропащих, да, когда слышал от них в Крымах, я останавливал очень простым вопросом, как бы. То есть я спрашивал, а что конкретно в Крыму твоего? И вот как бы обычно человеку сложно сразу признать, что он, скажем так, повелся на какой-то такой, да, пропагандистский трюк. Но я видел, как вот гасли глаза после этого вопроса. Потому что люди в глубине души, живущие здесь, понимают, что у них не то, что в Крыму. У них из действия своего ничего нет. Потому что вот то, чем они владеют, может быть в любой момент отобрано на самом деле. И государством, и властью. То есть и даже в тот момент эта истерика была крайне-крайне-крайне такой хрупкой. А сейчас даже подобие какого-то Крымнаша, конечно же, это невозможно воспроизвести. То есть это совершенно, ну, скажем так, Крым был какой-то просто эмоционально знаковой фигурой. На ней можно было попытаться сыграть, скажем так. Плюс там была какой-то эфект новизны там. Плюс людям внушили что-то, вот крымчане сами захотели. И человек, который живет там вот в России, в несчастной, как бы, ему приятно было думать, что хоть кто-то еще вот оказал, окажется, что тут не так плохо жить, что некоторые хотят жить с нами. Значит, не так уж все у нас и плохо. То есть там много было всяких комплексов, которые сработали вот на этот крымнаж, скажем так. Но это и тогда было крайне-крайне таким очень хрупким и неустойчивым эффектом. А вот сейчас это даже близко не будет. Ну, я сейчас имею в виду, конечно же, Крым как просто вот пример того, что произошло. То есть, условно говоря, если бы сейчас россиянам предложили бы пойти и постоять на митинге, да еще и за 500 рублей, да, за, так сказать, присоединение вот этих четырех областей Украины, да, еще, добавок Крыму, то они, может, и постояли бы. А другое дело это вот пожертвовать на армию. То есть, это вот сейчас, сейчас история. Мы про сейчас говорим, конечно. Да. Понятное дело, что Крым... Ну, это и тогда тоже было очень хрупким явлением. То есть, сейчас, конечно, то есть, нет ничего подобного. И надо четко понимать, надо четко разделять, проводить границу между тем, что люди говорят, и то, чем они мотивируются. Это, кстати говоря, много раз очень хорошо показывалось в разных самых опросах, которые в России проводились. То есть, я сейчас не беру опрос, там есть такой прекрасный, когда люди подходят там и спрашивают сначала, поддерживают эту военную операцию, а потом предлагают ему вот записаться добровольцем. Почему-то он на словах поддерживает, но добровольцем он записывается никак не хочет, соответственно. Да, это понятно. Это такой был уж совсем жесткий случай. Есть гораздо более такие мягкие, может быть, как бы, но не менее интересные вещи, когда к российской молодежи, которая празднует 9 мая, опять-таки, подходит интервьюер и задает им вопрос о том, как относится там к 9 мая, к подвигу дедов, к тому, что вот это все. И это абсолютно правильные слова, там, что деды воевали, там, это все надо повторить, там, и так далее, и так далее. И потом ему следует какой-нибудь вопрос из серии, что вот, а как вот вы считаете, что вот во время там Великой Отечественной, когда, ну, на скидку, там, я не помню, точно вопрос звучал, примерно, как бы, да, что вот Суворов смог отстоять Ленинград, там, от фашистских захватчиков. Вот должны ли мы помнить этот подвиг? Да, да, конечно, должны. То есть, вот такую вещь, как бы, вот таким вопросом задают. Они дают не менее патриотичные ответы, но из которых очевидно, что они вот этой конкретики, то есть, они, например, такой Суворов, там, чем отличается Кутузов от Жукова, то есть, они, там, далеки, там, это, вот, я уж не говорю, там, про Барклай и Де Толи, какие-нибудь, там, другие более имена. О чем это все говорит? Это говорит о том, что есть такая вещь, как социальная мимикрия. Вот это Боросенин в школе, его научили мимикрировать, его научили, что надо повторить какую-то точку зрения, вот, социально-престижную, и ты получишь пятерку, допустим, как бы, да, и ты, вот, получишь, там, какой-то стимул подкрепляющий, как это вот, да. Да, но всерьез, вот, в глубине его психики, как бы, это не формирует мотивации, потому что, если человека что-то на самом деле волнует, вы можете для сравнения подойти к любому фанату, я не знаю, там, Гарри Поттера, и спросить его, а вот расскажи, как Гарри Поттер победил девятерых на злу. Ему скажут, что с ума сошел, это же вот селит колец. То есть, понимаете, вы ни одного настоящего фаната Гарри Поттера так не проведете. Почему? Потому что ему на самом деле, его на самом деле волнует то, что написано в этой книге. Любая вот такая социология в тоталитарных странах – это очень непростая вещь. Это в стране демократическая. Вы человека спросили, для него его мнение, оно является чем-то прямо важным, и он вам его выводит, скорее всего, даже вот понимая, что оно расходится. То есть, так я это не раз видел, как это происходит в других странах, даже в бывших странах Советского Союза, допустим, это происходит. В России это не так. В тоталитарных странах мало получить ответ от человека, нужно суметь понять, то есть, его мотивацию, через которую этот ответ дается, соответственно. Поэтому нет, то есть, мотивации, вот реальной мотивации к войне, ее абсолютно нет. Опять-таки, кстати говоря, именно это еще одна из причин, по которым России нет другого выхода, кроме как воевать количеством. Вот опять-таки, вы хотели от меня исторических аналогий некоторых. Да я могу вам еще одну привести аналогию такую. Когда вот был такой великий полководец Наполеон Бонапарт, и в какой-то момент он изобрел просто великолепную тактику ведения боя, которая сделала его чуть ли не непобедимым человеком. То есть, никто не мог. А что он вообще придумал? Что такое Веникова-то сделал, на самом деле. А вот до Наполеона была, так называемая, линейная тактика. Линейная тактика – это когда вот такие цепочки людей выстраивались, две шаренки, и друг к другу они стреляли. Мы-то в кино всех видели исторических фильмах. И вот этот, значит, великий гений всех временных народов Наполеон придумал, что, оказывается, можно их не цепочкой поставить, стрелков вот этих впереди армии, а россыпью. Они там за кустиками, за почечками пригнуться, спрячутся, и также в них попасть сложнее. Какая великая мысль, боже мой. Неужели никто не мог придумать до Наполеона? И ведь мало того, что не могли. Даже после того, как Наполеон стал так делать, никто не повторялся. Все по-прежнему так строились. Строем как бы и так вот стреляли. Почему? То есть неужели все такие европейские полководцы были настолько тупыми? Конечно же нет. Дело в том, что лейная тактика имеет одно ярко выраженное преимущество. Дело в том, что вот за таким строем, который цепочкой стоит, проще следить, их проще контролировать. Если вы им разрешите скрытаться по кустикам, то где гарантия, что они будут реально воевать? Они попытаются там заныкаться под этим кустиком и не отсвечивать. То есть максимально как-то... Поэтому перед тем, как менять тактику, понадобилось сначала провести французскую революцию. Потом всех объявить гражданами. Пояснить, что у них есть права и обязанности. Потом провести реформу в армии. То есть знаменитая высказывание Наполеона, битый солдат чести не имеет. То есть обмен интересных наказаний для рядового состава. Лозунг на столовых, чины и звания остаются за дверью. То есть формирование такого боевого братства. То есть неважно, какие у тебя погоны, пришел в столовую, будь добр, встать в общую очередь. Соответственно, как бы, да, в российской армии, как вы знаете, если кто-то когда-то ел солдами с одного котелка, это непременно в обеографе заносили прямо отдельной строкой в его жизненный путь, как бы, да, что это такое великое достоинство было этого полководца. Для армии Наполеона это было нормой, на самом деле. И вот только формировав это понятие боевого братства, и на основании предпосылок исторических путешествующих, Наполеон смог ввести новую тактику. То есть армия это школ общества. Это признание за рядовым солдатам человеческого достоинства, равного с достоинством, скажем, любого другого, более высокого военного чина. Это часть, кстати, да, вот этой вот, ну, сформироваться революции свободы во Франции. Да, да, да. Банальные слова армия это скол общества. Это не просто вот такая красивая, это правда. То есть это граждане, а не рабы. Да, да. И теперь перенесемся на Россию, да. Вот часто даже в российских военных пабликах, патриотических таких зоопабликах, да, возмущаются действиями командира, которые всех там солдат скучил в одном общежитии, в одном там месте в каком-то их всех накрыло вот придетом Хаймаса. Почему он их не рассредоточил? Так я им объясню, почему он их не рассредоточил. Потому что если Россию их не рассредоточить, они либо напьются, либо подерутся, либо в самоволку уйдут. Потому что их так кучно, проще контролировать. И другого способа воевать, кроме как вот, ну, как это раньше было в Ленинграде, а сейчас в России это вот кучность такая, скучность людей как бы, да. То есть чем вот сильна Украина, да. То есть тема, что у солдат есть мотивация, это дает более высокую управляемость, и это позволяет как раз воевать маленькими группами, по которым сложнее попасть. И даже в случае предметов, то есть получается меньше, гораздо потерь. Россия так воевать не может. Ну, потому что генералы тупые. То есть я не знаю, какие там умные или тупые, но возьми самого гениального генерала, там, сам, как я знаю, там, любого, там, Кутузова, там, возьми Суворова, не знаю, Багратиона, там, и тогда, он не сможет по-другому воевать, и не такой человеческий материал. Потому что, возвращаясь к нашей основной идее, армия – это скол общества. То есть так это работает. И это опять-таки часть мотивации. Да, это очень интересный взгляд на известную, в общем-то, проблему, но под новым углом, я бы сказал. Это, наверное, та причина, по которой мобилизация от 300 до 500 тысяч человек, которая была проведена в последние полгода, и уже, я так понимаю, эта масса подготовлена, она не привела к каким-то существенным изменениям на фронте. Она и не могла ничему привести, потому что для того, чтобы наступать, нужно иметь, как минимум, пятикратное превосходство. Понятно, что пятикратное превосходство этим, ну, никак не создается, в общем-то. А условно говоря, там, 300-400 человек, и ты Украина может призывать. Это ответ на вопрос, почему вот эта всеобщая мобилизация, как ее видят, она просто бессмысленна, на самом деле. Она не приведет ни к какому результату, потому что пятикратного превосходства Россия все равно получить не сможет, а значит, не сможет наступать. Хорошо, ну, давайте гипотетическую историю представим, что, ну, вот, начинается сейчас всеобщая мобилизация, и, условно говоря, удается привлечь, допустим, от миллиона до двух миллионов. Или не удается, на ваш взгляд? Не, ну, миллион-два, мог бы быть, да, это вполне. То есть, опять-таки, что такое всеобщая мобилизация, давайте? Да, то есть, многие почему-то думают, что всеобщая мобилизация – это когда вообще всех мужчин вот берут там какого-то и отправляют. То есть, такого, конечно, никогда не было, не будет невозможно чисто экономически. То есть, да, чисто экономически максимальное количество людей, которых можно отправить на фронт, это считается где-то около 10% от населения. Ну, то есть, на подходе к этой цифре начинаются экономические просто проблемы, страна просто изнутри будет разваливаться. И даже Советский Союз, там, находясь там в самой напряженной войне, там, с Германией, там, он, ну, не мог к этой цифре подойти даже близко, соответственно, как бы, да. Вот. То есть, ну, на самом деле, у человека, опять-таки, в ходе российской экономики, это будет, конечно, даже меньше 10%. Но и Украина может провести всеобщую мобилизацию. И если обе страны проведут всеобщую мобилизацию, допустим, там, через какое-то время, мы придем к соотношению, что на одного украинца будет два с половиной россиянина. То есть, это так получается, как бы, да. Что это дает России? Особо, вот, опять-таки, наступать Россия не может. Для наступления нужно пятикратное превосходство, его нет, и даже всеобщая мобилизация, учитывая, что Украина, ну, как бы, она, наверное, не будет смотреть безучастно, то есть, как Россия такая мобилизация проходит. Соответственно, превосходства достаточного для наступления вы не получите. Технику, кстати, тоже имеем в виду, потому что у Украины есть тыл в виде запада, у России-то откуда-то нет. А это, погодите, это вторая история. Да, конечно. Я сейчас поговорю чисто про экономические факты. Давайте. То есть, пока не затрагивая возможности военной машины, да. Но, допустим, если вот вы, если, как бы, создать такую ситуацию, вы можете, ну, как бы, я имею в виду, что Путин может остановить наступление Украины, то есть, заморозить ситуацию. То есть, да, он, как бы, вперед не сможет продвинуться, но, собрав, как бы, такое большое количество такой армии, он может просто сделать контрнаступление Украины невозможным, или почти невозможным, скажем так, да. И возникает вопрос, а почему же он до сих пор этого не сделал? Ведь никакого другого способа, если говорить честно, остановить украинское контрнаступление у Путина нет. Почему он это не сделал еще вот, как во время первой мобилизации, что ему помешало? Ну, уже. Только не говорить, что там человеколюбие, там, или там законов каких-то не хватало, там, или чего-то еще. То есть, это диктатор, то есть, он, в принципе, может, там, Рочер Кантрай решить любую абсолютно, там, какую-то законодательную проблему. Нет, конечно же. Потому что еще есть возможности военной машины по формированию новых боевых единиц. Что это означает? Это означает, что если вы формируете новый вот отряд, там, новую боевую единицу на пустом месте, да, вам надо ее накормить, обуть, одеть, вооружить. Если мы говорим про полноценную батальонно-тактическую группу, это же не только винтовки Мосина, как бы, да, это какое-то тяжелое оружие, иначе это, ну, бессмысленно просто, иначе это просто, ну, грубо говоря, просто Хаймерса будет мешать больше, как бы, разведом. Почти попасть, почти целиться, как бы, то есть все. Поэтому можно тяжелое вооружение какое-то придать, соответственно. И, что не менее важно, нужно вот эту всю кучу людей разбавить некоторым количеством подготовленных офицеров и младших командиров, то есть сержантов, которых нужно откуда-то взять. Это возможности военной машины по формированию новых боевых единиц. И вот этих возможностей, вероятно, у Путина просто нет. Иначе бы он ими давным-давно воспользовался. Почему в свое время Сталин мог позволить себе, вот когда там разгромили один, второй, третий миллион, собрать четвертый, пятый и шестой и направить как бы туда? Потому что у Сталина, во-первых, у него была реально чудовищная военно-промышленный комплекс, промышленность. Во-вторых, то, чего не могли делать, критически важно, поставляли союзники, вот какие-то критически важные элементы, которые те же самые, там, шины, как бы, да, там, то есть они на 100%... Ну, ленд-лиз это вообще известно, да? В общем, позволил Сталину победить. Да, то есть как бы там... Ну, сейчас не будем удаваться, как бы это важный фактор тоже был. Дальше, как бы. У Сталина был реально подготовленный контингент, потому что была мощная допризывная подготовка. Вспоминаем такие слова, как Досааф, там, Усаляхим, там, это все, да? И каждый человек, который прошел службу в армии в Сталинской, он потом регулярно ездил на военные сборы. И они там не пили водку, там, и не крутили корону хвосты, а они там, вот если он, допустим, пулеметчик по профессии, он реально отстреливал какое-то количество патронов из пулемета. То есть был подготовленный резерв. Плюс было большое количество людей, которые прошли в гражданскую войну, как минимум, то есть потенциальных командиров, младших там и старших командиров. И были кадры, которые умели еще со временем гражданской войны буквально в чистом поле собрать новую армию и сразу тянуть ее в бой. Это отдельные технологии. Ну, это нужно уметь, как это. У Путина всего этого нет. Поэтому он не может создавать новые, он не может в существенном количестве создавать новые боевые единицы. Он может только набирать мобилизантов на восполнение потерь. То есть вставить их в уже имеющиеся боевые части. И поэтому общее количество людей, как бы там, сильно увеличиваться не может. Ну, в силу особенностей военной машины. А их качество неизбежно будет падать. Потому что вот те опытные, как бы потихонечку просто будут добиваться, соответственно. И в этом плане, я думаю, что никаких особых сюрпризов от российской военной машины мы можем не ожидать. То есть не случайно, опять-таки, повторюсь, они хватаются за любую соломинку. Будь то там иранские дроны, будь то там какие-то китайские сухопайки, я не знаю, будь там еще что-то такое. Это вот то, что называется с миру погибликом. Это просто способ немножко отдалить поражение. Основная тактика российской армии, на самом деле, это не электронные повестки, это не еще что-то. Основная тактика, это опять-таки тактика террора. То есть почему сейчас происходит регулярный обстрел мирных городов Украины? Почему Россия свои и без того невеликие ресурсы тратит на обстрел детских домов, больниц, детских садов и так далее? Это способ вызвать в населении усталость от войны. Вот что-то такое. Это попытка надавить на украинское общество, чтобы оно поскорее захотело мира. И тогда Россия может этот мир заключить на каких-то не совсем позорных для нее условиях. И никакой другой, собственно говоря, тактики, никакого другого способа, ну не то что победить, способа победить уже давно нет. Способа не проиграть. Это разные вещи. Вот никакого другого способа не проиграть в России и объективно сейчас нет. Поэтому, то есть, конечно, будущее войны, оно не предопределено. Но зависит оно сейчас не от действий России и не от действий российской армии, потому что Россия находится в очень узком коридоре возможностей. Там особо как бы вправо-влево ей некуда идти. Исход боевых действий зависит исключительно от воли украинского народа и той военной помощи, которую оказывает Запад. Вот два фактора, которые определяют исход этой войны. Ну и все-таки я не могу не задать вопрос по поводу, раз уж мы про Соломинку заговорили, это ядерное оружие. Вот смотрите, что говорит нам одна из высокопоставленных представителей американской власти, замгоссекретаря США Венди Шерман. Она заявила на ежегодной конференции НАТО по контролю над вооружениями, что нужно следить за тем, а что делает Кремль в плане ядерного оружия. Мы с беспокойством ждали, применит ли Путин то, что он считает нестратегическим тактическим ядерным оружием или воспользуется каким-то демонстративным эффектом для управляемой эскалации риска, сказала Шерман. И сказал, что очень важно продолжать следить вот за этим. Что вы думаете на этот отчет? А может быть вот это станет для Путина, по его представлениям, спасительной Соломинкой? Применение тактического ядерного оружия, в случае, если Украина начнет успешные контрнаступательные действия совершать и, скажем, будет уже Крым освобождать. Ну, мы же помним, мы в конце концов угрозы Дмитрия Медведева, замглавы Совбеза России, о том, что вроде как Россия готова применить все средства, включая ядерное, в случае, если нужно будет, так сказать, защищать свои территории. Ну, то есть, вот, они же понимают, под своими территориями Крым. Ну, смотрите, то, что происходит в голове тому Путина и Медведева, это все-таки в большей степени в компетенции психиатра, на самом деле, как бы, не хотелось бы втрогаться в чужую область профессиональную в данном случае. Поэтому тут, как бы, я ничего не могу сказать, но давайте рассмотрим, вероятно, как бы, рассмотрим, вот, сам вариант применения ядерного оружия. То есть, что это может быть? Допустим, это может быть какое-то тактическое ядерное оружие, да? Посмотрите на Мариуполь, да? Собственно говоря, он выглядит так, как будто на него сбросили тактическую ядерную боеголовку, да? Это что-то изменило? Что, это что, украинцы, они стали как-то менее решительны, то есть, они как-то отказались от своих планов, нет, не отказались, да? Поэтому вот какое-то ограниченное тактическое оружие, оно, в принципе, ничего не изменит, по большому счету. Вообще ничего не изменит. А если он попытается, там, не знаю, начать какую-то, ну, тотальную ядерную войну, это просто будет ответ от Европы, потому что никто не будет там разбираться, куда летит там эта вот ракета в Украину или еще куда-то, это будет прекрасный способ окончательно решить вообще вопрос, собственно говоря, с этим диктатором. У Европы просто будет, не будет другого выхода, кроме каким способом воспользоваться и нанести, соответственно, свой удар. Путин это прекрасно понимает. То есть, скажем так, он понимает, что как минимум, есть такой риск. А вопреки устоявшему сомнению, своей жизнью Путин рисковать не собирается. То есть, он, конечно, любит иногда изображать безумного дедушку, который это вот там и попадем в рай, там вы все сдохнете. Но это не более, чем стратегия за Путина. Это очень хорошо видно по его риторике. У меня есть такое четкое ощущение, что после того, как Путину прислали как бы из Америки откуда-нибудь там карту с нанесенными там бункерами, вот его и пояснили, как бы, что вот, в общем-то, неважно, в каком бункере он будет находиться, как это вот, да. Как-то вот ядерный риторик у него очень сильно поубавился. Не только у него, но и у его цепных псов тоже поубавился. А вы, полагать, ему отправляли такую карту? Ну, образно говоря. То есть, нет, но как-то ему дали понять, что его бункера, они все более-менее известны, и прятаться ему будет бесполезно. То есть, просто, вместо, как это называется, вместо эпохи, когда в советскую эпоху там была концепция взаимного, гарантированного ядерного уничтожения, она смелась в концепции гарантированного уничтожения ядерного Путина, как бы, в случае начала ядерной войны. И я уверен, как бы, что ему слишком дорога его жизнь, и жизнь его вот этих вот, как там, женщины-один, там, женщины-два, возможно, женщины-момер-три, там, это вот, я там всех не знаю, как это вот, да. Но как-то это все ему далеко очень не безразлично. И вообще, Путин еще, как вопреки своему возрасту, прямо есть такое четкое ощущение, собрался еще пожить, ну, как минимум, какое-то время, скажем так. Ну, вы понимаете, вот некоторые вам возразят, ну, подождите, ну, мы же, там, не мы, а вот кто там все это смотрел скептически, говорил, что, ну, не может Путин напасть на Украину. Ну, вот он напал на Украину, теперь нам могут возразить, что, ну, вот, вы же видите, что Путин продемонстрировал, что готов переходить к красную черту, так, а почему бы ему еще раз ее не перейти и не применить? Вот это оптическое, ядерное оружие, это, как вы думаете? Смотрите, да, важно не только констатировать свои ошибки, важно понять, почему мы ошибались. То есть, Путин напал на Украину, потому что он находился в состоянии заблуждения. То есть, ну, почему думали, почему, как многие аналитики были уверены, что Путин на Украину не нападет? Потому что они были уверены, что Блисклик сорвется, а затяжную войну Россия не сможет выиграть. И мы видим, что ровно все так и происходит. Блисклик сорвался, затяжную войну, Россия не выводит. То есть, аналитики стратегически были правы на самом деле. Они не учили одного, они не учили неосвятомленности Путина, что он находился в заблуждении. Но то, что касается ядерного оружия, тут ему очень сложно находиться в каком-то заблуждении или пребывать в каких-то иллюзиях, соответственно. То есть, если, допустим, вариант с какой-то тактической боеголовкой, это еще может быть, как бы, да, но то, что вот на полноценный удар он получит в ответ такой же удар с большой вероятностью, пусть даже эта вероятность не стопроцентная, пусть она там хотя бы 50 на 50, как бы, да, но Путин не из тех людей, которые захотят играть в русскую рулетку. Вот это определенно точно, и это видно, повторюсь, уже по его риторике, которая прицепила существенные изменения прямо вот с какого-то момента. Когда, как только не получилось, ну, взять как бы на пункт, он сразу как-то вот как-то вот поубавил. Но вы понимаете, что украинцам вообще как бы не весело от того, что вот Путин не готов начинать, так сказать, обмен ядерными ударами Соединенными Штатами, но он готов запустить тактическую ядерную бомбу по Украине. То есть, как предотвратить тактический ядерный удар по Украине? Вот такой вот вопрос. Ну, мы знаем, что, в принципе, Запад послал Путину четкий сигнал, что будут катастрофические последствия, но хватает ли вот этого предупреждения? Мы действительно купировали эту угрозу, да, вот таким четким ответом. Вплоть до того, что, кстати говоря, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил, что российская армия будет уничтожена. Правда, Жозеп Боррель – это не американский президент Джо Байден, а, пожалуй, это единственный человек, который, да, ну, к которому, скажем так, Путин бы прислушался. А Байден пока что молчал, он ничего не сказал, что будет нанесен удар по российским войскам в Украине в ответ на возможное применение Путина тактической ядерной оружии по Украине. Правильно же? Совершенно верно, да. То есть, соответственно, тут главная гарантия – это четкая недвусмысленная позиция Запада, то есть, как минимум. Ну и плюс все-таки, я думаю, украинское контрнаступление, то есть, в совокупности с позицией Запада. То есть, я понимаю, что сейчас Запад может как бы где-то осторожничать для того, чтобы где-то и в том числе дезинформировать российское руководство. Тут как бы сложно сейчас вступить, то есть, мы не будем сейчас прямо вот спешить с какими-то далеко предыдущими выводами. Но вот какие заявления последуют после украинского контрнаступления, из них уже можно будет делать выводы о том, насколько Запад решительно настроен. И это, я думаю, основная гарантия. Плюс, я так полагаю, что в этом очень сильно не заинтересован уже нам с вами знакомый Китай. И Китаю ядерная война абсолютно тоже не нужна. Оставаться как бы, то есть, понятно, что какое-то время там с Западом еще можно там вот, но получить у себя еще в тылу второго, очень недовольного соседа, скажем так, да, то есть, там, который, тем более, обещал тебе сухойки поставить. Я так понимаю, сейчас летом для российской армии может быть очень критично там. А почему вы думаете, что для Китая, ну, кстати, так многие думают, ну, ваше мнение, почему вы думаете, что для Китая применение любого ядерного оружия в Украине будет неприемлемо? Что Китай теряет? Китай, наоборот, как бы держит Россию как своего цепного пса и как бы использует как таран против современного миропорядка, против западной цивилизации, разве нет? Смотрите, Китай вообще в целом это совершенно в ряде моментов другой менталитет, чем европейский. То есть, Путин хотя бы на уровне риторики может говорить вам про то, что вот мы там, вы там сдохнете, а мы в рай. То есть, понятно, что это риторика, но эта риторика, возможная риторика. В китайской культуре такая риторика в принципе невозможна, поскольку вся китайская культура, она строится на ценности повсюсторонней жизни. То есть, это вот, это не христианская культура, чтобы вы понимали, как бы, да. И... В повсюсторонней смысле вот этой вот, материальной. Да, то есть, нам нужно вот здесь, как бы, нам нужно быть счастливыми, богатыми. То есть, вспомните хотя бы это вот, то есть, у всех нормальных там индийцев, как бы, Будда как Будда. Китай будто такой веселый толстяк, как бы, с большим мешком добра за плечами, как бы, да. Это, ну, такой наиболее известный образ, он не случайно. На самом деле, у китайцев все такое, как бы. Китайцы это очень жизнелюбивая нация. И любая вещь, которая ставит под угрозу жизнь на земле, а по сути это так, потому что ядерная война, это и как минимум, даже если вам не прилетело, лично, это ядерное заражение, это очень большие последствия, это в любом случае последствия для экономики, в том мире, куда Китай продает свои товары. То есть, в Китае, в любом случае, будет жить хуже и беднее. И для Китая, какими-то словами, там, про рай, там, про высокую миссию, как бы, ну, это с точки зрения менталитета китайского, это вообще прям, ну, никак не смотрится. Никак это не покрывается, соответственно. Поэтому для китайцев это однозначно неприемлемо в силу их социальной психологии, скажем так, которая создавалась в этом моменте. Но, знаете, все-таки, что меня волнует здесь? Вы же помните эту историю, что после того, как Си уехал от Путина, Путин через несколько дней объявляет о том, что он разместит российское ядерное оружие тактическое на территории Беларуси, что там строится хранилище для этого тактического ядерного оружия и так далее. А со стороны Китая, в общем-то, не последовало никакого-то непосредственного опровержения. То есть, да, с одной стороны, мы хотели видеть, возможно, в словах вот там вот дипломат же одной, что это, да, опровержение. Но впоследствии я уже подумал, что, пожалуй, насильное такое опровержение это не похоже, ну, в смысле, никак опровержение. Я имею в виду критику, да, критики непосредственного. Ну, осуждение. Осуждение. А ведь они, Путин и Си, вроде как официальный даже документ подписали, что нельзя передавать ядерное оружие за пределы своих национальных границ. Так вот, ну, а что Китай молчит? Может, ему, наоборот, очень интересно было бы, чтобы Путин шантажировал своим ядерным оружием Европу? Потому что Китай, конечно, хочет победы России все-таки на поле боя. Чего уж там? Ну, слушайте, без большого шантажа мы реально используем ядерное оружие. То есть, в этом шантажах, как бы, Китай вряд ли что-то имелит, на самом деле. И, конечно же, Китаю эта война, как сказать, Китаю выгодно, чтобы эта война длилась как можно дольше для изматывания России и для того, чтобы потом более-менее успешно иметь возможность преподавать как бы на дальневосточной территории, в том или ином виде какого-то. Поэтому, ну, против именно продолжения конфликта всеми способами, кроме ядерного. То есть, Китай, я так думаю, ничего на самом деле не имеет. Хотя, конечно, в этом никогда не признается, потому что Китай себе выстраивает последовательный имидж как такой миролюбивой страны, которая стремится жить по законам общечеловеческого общежития. То есть, если посмотреть на китайскую на пропаганду, которая, кстати, говорю очень хорошо в китайских художественных фильмах отражается, это, я думаю, прямо отдельная какая-то может быть тема для разговора, я не знаю, для тех, кто отслеживает. Как вы понимаете, в Китае любой фильм, даже художественный, он не случайен, он как бы без одобрения партии не выйдет, он на себе несет печать идеологическую. И китайцам удалось как бы совместить две интересные вещи. Им удалось совместить вот именно такую советскую идеологизированность, то есть, там вот каждый фильм какой-то, да, это какое-то заявление некое, да, такое политическое. И голливудское качество, то есть, они довольно-таки неплохо научились сделать то, что называется экшн там это. И если попытаться отследить вот те фильмы, которые имеют отношение вот к нашему миру, к нашей реальности, скажем так, к политике какой-то как бы, то там это вот по посланию миру очень четко прослеживается, что мы цивилизованная страна, у нас есть свои интересы, но мы готовы учитывать правила общечеловеческого общежития. По факту, это, конечно, может быть не так. То есть, мы понимаем, есть разница между заявлениями и реальными какими-то планами, но тем не менее, а внешне, вот это вот лицо как бы, да, цивилизованной страны, Китай будет стремиться, я думаю, сохранять до последнего. То есть, для него это важно. Ну, посмотрим. Я думаю, что на самом деле не сохранят они это самое лицо, что будет война большая в Тайване и вообще в этом Тихоокеанском регионе. И не зря Россия говорит, что, мол, готовиться к войне надо, и чтобы китайские генералы были готовы к этой войне. Я считаю, что там в принципе уже все решили, в конце концов, такие деньги вкладывать в военную машину и не использовать. Я думаю, к сожалению, здесь, ну, нам надо понимать, да, честно, трезво смотреть на вещи. Но тем не менее, спасибо вам большое вот за это интереснейшее интервью. И, Найк, я думаю, мы с вами встретимся еще в ближайшее время и развернем с вами очень интересный проект. Это будет, скажем так, интригой. Пока что не буду раскрывать вот эту интригу для наших зрителей, но я призываю всех внимательно следить за тем, что мы делаем. Я напоминаю, что мы сейчас заканчиваем четвертый по счету уже медицинский сбор для медиков на передовой в Украине, который спасает украинских раненых бойцов. И если вы хотите помочь, вы можете сделать это через ресурсы, ссылки на которые я даю в описании к этому видео, то есть PayPal, а также банковский счет, европейская банковская карта. Осталось собрать, ну, буквально последние, там, 1200 евро. Вот, по крайней мере, таковы данные на утро сегодняшнего дня, 19 апреля. Низкий покон всем, кто помогает, ну, что ваша помощь спасает жизни. Еще раз спасибо вам большое, Найк, и до скорого. До скорого. Все будет покровено.